Есть блюда, рецепты которых полны страсти. К ним часто относят томатный суп с базиликом, тайский супчик с имбирем и креветками, куриные грудки с соусом песта и пряный паштет с грецкими орехами, а также лимонный пудинг и ягодный лед. Страстей бывает много и в политической жизни. О том, как это выглядело на прошедшей неделе, поговорим в эфире соль событий. Поехали! Начнем со страстей на западном рубеже нашей страны. 1 сентября президент России Владимир Путин провел открытый урок в Калининграде. Это действительно было очень важно. Во-первых, он состоялся в российском эксклаве, на которой зарятся соседние европейские государства. Калининград российский, и Россия отсюда никуда не уйдет. Во-вторых, в ходе выступления президент России заявил, что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому наши ребята, которые воюют там, защищают и жителей Донбасса, и саму Россию. После Украинского госпереворота в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма не захотели признавать его результаты. И против них фактически начали войну, которую и вели 8 лет. И теперь наша задача, миссия солдат и ополченцев Донбасса, эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию. И третье. Про Калининград и уже наш регион. Принято решение кратно нарастить количество рейсов из услуги в Балтийск. Для чего увеличить число работающих паромов за счет переброски их сюда с других направлений. Уверен, что все сказанное мы вскоре сможем ощутить в реальности. Любить свою семью, свой дом, свой город, свою страну, свою культуру и язык совершенно необходимо для нравственной оседлости человека. Дмитрий Ильхачев. Теперь восточные страсти. 1 сентября начались учения «Восток». Совместные действия в рамках учения отрабатывают представители АДКБ, ШОНС и их партнеров. Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан. Всего в учениях задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5000 единиц вооружений и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 судов. Беспокойность учениями уже высказал Белый дом. А то ли еще будет. Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно. Конфуций. Президент Казахстана Касым Жамартакаев объявил о намерении провести осенью текущего года внеочередные президентские выборы и ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет, без права перезбрания. Выборы в Меджлис и Маслихаты всех уровней предлагается провести в первой половине следующего года. Это непростой, но логичный результат неоднозначных процессов. Сначала январские события, затем поиск срединного пути в сложной международной обстановке. В-третьих, Такаев обещал реформу и омоложение. Он держит слово. И последнее. Он ничего не теряет. В сумме у него будет тот же срок правления, как и при двух пятилетних сроках. Но теперь с очень красивой формулировкой и гарантированными семью годами впереди. Очень красивая игра. Хотя и опасная, конечно. Поняв прошлое, увидишь будущее. Увидев будущее, создашь настоящее. Айшек на рампу. Далее недетские страсти вокруг газа. На фоне достижения среднего по Евросоюзу уровня заполнения газохранилищ в 80%, а также падения потребления газа закрывающимися предприятиями Евросоюза, цены газовых фьючерсов в Европе с пика в 3,5 тысячи долларов за тысячу кубов снизились до почти 2200 долларов. Что подается как огромное достижение. Более двух тысяч, кажется, желанной радостью. Правда, с этим не согласны англичане, которым запрещают пользоваться энергией после 8 вечера. Да и жители Праги со своим многотысячным выступлением показали, что не все европейцы готовы терпеть лишения из-за украинских событий. Но дальше. 31 августа начался ремонт на газопроводе «Северный поток», и прокачка газа была приостановлена на три дня. Кратковременной паузой все не ограничилось. И «Газпром», получив предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного работающего двигателя, еще раз остановил «Северный поток». Одновременно «Газпром» объявил о приостановке прокачки газа французской компании «Энжи» в связи с неоплатой в полном объеме июльского тренша. Предчувствуя недоброе, «Молдова-газ» в полном объеме погасил текущую задолженность. Хотя до этого просил отсрочить платежи до конца четвертого квартала. В итоге «Газпром» объявил о получении в первом полугодии рекордных 2,5 триллионов рублей чистой прибыли и о выплате рекордных же дивидендов. Как не вертись, а с должником расплатись. Русская пословица. А в Петербурге важнейшее сообщение по части городских финансов озвучил на заседании городского правительства губернатор Александр Веглов. По нашим оценкам, планку по объему доходов в 1 триллион рублей мы преодолеем уже в этом году, сказал он. Когда в 2018 году впервые из уст городоначальника прозвучало предположение перспективного рубежа в триллион, это казалось почти фантастикой. На тот момент это означало практическое удвоение бюджета, и плановый срок был обозначен в 2024 год. В прошлом году при утверждении бюджета на 2022 и на период до 2024 года эта заветная цифра уже появилась. В начале года с началом кризисных явлений в мировой экономике возникли сомнения. Сумеем ли? Но вот итог. До последнего времени в стране был только один субъект федерации, бюджет которого исчислялся 13-значной цифрой. Это Москва. Теперь нас будет двое. Определенно, это бюджет. Здесь очень много цифр. Джордж Буш. Лев Толстой, Ваня Карениной, писал, что страсти ради страсти убивают истинные чувства. Абсолютно верно. Все делать нужно после тщательного анализа ситуации. Ну, а в этом мы поможем. Увидимся через неделю. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин